Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Я представляю с удовольствием Светлану Игоревну Кутукову. Это городской онкологический диспансер и тоже действительно человек, который занимается и посвящает свою жизнь именно пациентам головошейным. Вам слово, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо огромное, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемая Замера Ахметовна, глубоко уважаемая Татьяна Юрьевна за возможность в очередной раз уже который год принять участие в этой интереснейшей конференции. И в этот раз мне довелось выступить на тему самой эффективной линии, самой неблагоприятной когорты пациентов, касаемой опухоли головы и шеи, а именно пациентов, в которых уже возник рецидивирующий процесс, либо первично возник метастатический процесс. Поэтому давайте немножечко поговорим о первой линии терапии распространенного плоскоклеточного рака органов головы и шеи и определимся, что же мы на сегодняшний момент имеем. Мы понимаем, что органы головы и шеи, это несмотря на свою измеряемую область, достаточно небольшое пространство, но тем не менее мы видим очень большое количество локализаций, которые заставляют нас в каждой форме злокачественных опухолей, развивающихся в той или иной области головы и шеи, подходить в принципе по-своему. Что мы имеем в отношении опухолей носоглотки? Сложная когорта пациентов, которую не всегда легко диагностировать на ранних этапах, которые, к сожалению, имеют свой уникальный биологический характер опухоли, который достаточно быстро метастазирует. И, в принципе, если нам удалось выявить заболевание на ранней стадии, конечно, у нас есть все перспективы пациента вылечить. Но если мы пациента встречаем уже в распространенной стадии или, не дай бог, у него возник рецидив процесса, здесь уже возникают некоторые вопросы о том, что же нам делать. К сожалению, данная опухоль довольно часто метастазирует именно отдаленно, когда мы как будто бы с высокой долей вероятности не можем применять локальные формы лечения, а именно лучевую терапию, которая для опухоли данной локализации является достаточно эффективным методом лечения. Так вот, НАСКО 2019 года было представлено исследование одного из китайских центров, в котором было включено 173 пациента, у которых был первично диагностирован метастатический назофарингеальный рак. И все пациенты получили стандартную индукционную химиотерапию стандартными сочетаниями цитостатиков, препаратами платин и 5-торурацила. А дальше пациенты разделились на две группы, приблизительно, не приблизительно, а точно равные. Одна группа получала три цикла химиотерапии в дальнейшем, чтобы довести курс лечения до логического конца, а второй группе к химиотерапии был добавлен курс лучевой терапии, который проводился на современном оборудовании, которое как раз и может быть хорошо использовано у пациентов с назофарингеальным раком. Мы используем, еще раз повторюсь, локальный метод для метастатического процесса. Казалось бы, никакого эффекта мы получить не должны, но тем не менее и показатели общей выживаемости, и показатели выживаемости без прогрессирования, которые были оценены аж через 42 месяца после начала терапии, после набора группы, нам достоверно показывают, что такой метод воздействия может быть эффективный. И одногодичная выживаемость, например, общая у той группы пациентов, которая в комплексе лечебных мероприятий получала не просто химиотерапию, а сочетание химиотерапии с лучевой терапией на метастатический процесс составила 93,6%. Достаточно хороший показатель для столь сложной когорты пациентов, особенно если говорить о распространенных пациентах с назофарингеальным раком. Поэтому я думаю, что такую опцию следует рассматривать. Безусловно, мы привыкли сейчас слышать и говорить об апскопальном эффекте. Возможно, здесь мы имеем как раз прямое тому доказательство. Я надеюсь, что у нас будут какие-либо рандомизированные исследования, которые позволят нам данную опцию ввести в клиническую практику именно для пациентов с назофарингеальным раком, который при метастатической форме крайне сложно поддается консервативному лечению. И, конечно, основной дискуссией клинических онкологов, химиотерапевтов, которые занимаются лечением опухоли носоглотки, является выбор между сочетанием цитостатиков, которые мы можем использовать у пациентов в рамках лечения, особенно первой линии. Мы все прекрасно понимаем, что каждая последующая линия лекарственного лечения, она менее эффективна, чем предыдущая. Поэтому в первую линию мы пытаемся, конечно, уложить максимальное количество эффективных препаратов. И мы все чаще и чаще возвращаемся к тому, что именно сочетание гемцитабина с цисплатином является более эффективной схемой лечения, нежели чем стандартный цисплатин с 5-турацилом, хотя в чистом виде назофарингеальный рак является вариантом плоскоклеточного рака. И по показателям общей выживаемости, и при подруковом анализе комбинация гемцитабина с цисплатином является комбинацией, которая показывает большую эффективность в отношении пациентов с распространенным или метастатическим назофарингеальным раком. И я надеюсь, что несмотря на то, что в этом году в клинические рекомендации данная комбинация не вошла, в следующем году она обязательно войдет и в клинические рекомендации, которые публикуются на сайте Минздрава, и в КСГ, чтобы мы могли эту схему эффективно использовать для данной когорты пациентов. Другие отделы органов головы и шеи. Что у нас здесь в перспективах есть? Мы прекрасно понимаем, что медиана возраста пациентов, которые обращаются с плоскоклеточными эпителиальными опухолями органов головы и шеи, это пациенты 50-60 лет, но среди них есть достаточно значительная когорта пациентов, которые относятся к группе старших возрастных групп. И здесь у нас встает достаточно серьезный выбор на мультидисциплинарном консилиуме, что же нам выбрать данному пациенту, какую-то усеченную схему лекарственного лечения или ему давать лекарственное лечение по полной, что называется, программе. Французскими исследователями достаточно интересное исследование было представлено, в которое были включены только пациенты старше 70 лет, и основной выбор лекарственной терапии первой линии по поводу рецидивирующего или метастатического процесса у них осуществлялся. На основании досконального и тщательного исследования общего состояния пациента, его ЭКОК-статуса, его коморбидного статуса. И те пациенты, которые подходили для лечения стандартными режимами первой линии в сочетании цитоксимаба с препаратами цисплатин и 5-туруроцил или карбоплатин и 5-туруроцил, получали эту схему. Те пациенты, которые по каким-то своим сопутствующим поражениям или общему состоянию не могли получать полную схему первой линии терапии, они делились на две группы. Одна из них получала цитоксимаб в монорежиме, вторая получала метатриксат. Стандартные препараты, которые на сегодняшний момент зарегистрированы для данной когорты пациентов, имеются в виду прогрессирующий плоскоклеточный рак органов головы и шеи. И посмотрите, пожалуйста, к сожалению, та группа пациентов, которая не могла получить полный курс терапии в режиме экстрим в рамках первой линии, к сожалению, не имела никакого выигрыша ни от назначения какой-либо терапии, имеется в виду препараты цитостатического ряда, именно метатриксат, не имела выгоды от назначения таргетного препарата. Причем вне зависимости от того, с каким общим статусом по показателям общего состояния пациенты были включены иными словами. К сожалению, если к нам поступает возрастной пациент, и мы должны выбрать ему первую линию лекарственного лечения, мы должны понимать, если пациент по каким-то позициям не может получить стандартную терапию в режиме экстрим, вероятно, его лучше перевести на наилучшую симптоматическую терапию, потому что использование любых других препаратов в данной когорте пациентов может быть абсолютно неэффективным, и мы лишь получим токсические эффекты и никоим образом не получим никаких положительных влияний на показатели выживаемости и снижение риска прогрессирования. Конечно, стандартом первой линии терапии у нас долгое время, да и сейчас все еще остается, является комбинация таргетного ингибитора-рецептора эпидермального фактора роста, в сочетании с препаратами платины и фторпиримидинов, которая была зарегистрирована, как мы помним, еще в 2008 году, выведена на рынок, по результатам исследования экстрим, мы все хорошо понимаем, все хорошо используем эту схему, все хорошо ее знаем, потому что она действительно была прорывом того времени, и несмотря на то, что по показателям общей выживаемости мы получили прирост только в три месяца, те результаты, которые были достигнуты, они были значительными, поскольку на данной терапии, на добавлении таргетного агента к стандартным химиотерапевтическим препаратам мы получили частоту объективного ответа практически у каждого третьего пациента, а 7% пациентов из этой когорты ответили полным ответом на проводимую терапию. Это означает, что мы не только пациенту продлеваем жизнь, не только удлиняем срок до следующего прогрессирования, но мы еще значительно снижаем симптомы заболевания и улучшаем качество жизни наших пациентов. Это достаточно хорошо. К сожалению, никакой другой таргетный препарат не был введен на сегодняшний момент на рынок, в том числе из группы ингибиторов рецепторов эпидермального фактора роста. Были исследования, которые пытались вывести понитумумаб для лечения данной когорты пациентов в первой линии, но, к сожалению, никакого выигрыша от добавления понитумумаба к схеме циспатин с 5-2-рацилом мы не получили. Только при поданализе когорты по 16 негативных пациентов была достоверная разница в показателях общей выживаемости, но этого было абсолютно недостаточно для того, чтобы данный препарат эффективно использовался. Поэтому, к сожалению, у нас остается один таргетный препарат, но мы его хорошо используем и хорошо применяем в рамках первой линии. Были попытки изменить первую линию в плане комбинации цитостатиков. Мы привыкли к циспатин с 5-3-рацилом. А есть что-то еще? Да, безусловно. Первые исследования были представлены в 2018 году, и была попытка заменить препараты циспатин с 5-3-рацилом на препараты токсанового ряда. Вот одно из исследований, когда цитоксимаб сочетался либо с поклитоксилом и карбоплатином, либо со стандартной схемой ПФ. И мы получили абсолютно сопоставимые медианы выживаемости, как общей, так и без прогрессирования, а количество нежелательных явлений на токсансодержащих схемах, однодневных, мы получили намного меньше, чем на четырехдневной схеме сочетания циспатина с 5-3-рацилом. И то исследование, которое, собственно, являлось прорывом прошлого года и продолжает быть прорывом этого года, это режим TPX, в котором цитоксимаб сочетается с четырьмя циклами децитоксела с цисплатином. Схема хорошо переносится, ни в коем случае не ухудшает показатели ни общей выживаемости, ни выживаемости без прогрессирования, а по профилю токсичности позволяет завершить полное количество циклов у 72% пациентов, в отличие от 44% пациентов, которые при полном дозировании получают режим экстрим первой линии. У нас был пациент, которому по определенным причинам мы не могли назначить в первой линии цитоксимаб с цисплатином и 5-3-рацилом, поскольку ему в рамках индукционной терапии проводился режим PF, был установлен венозный порт, который мигрировал, и у нас были определенные сложности с инфузией препарата и с последующим флебитом, который у пациента развился. Он, к сожалению, запрогрессировал после комплексной терапии, и у него был выраженный болевой синдром, последствия локализовалась на слизистой оболочке дна полости рта, и в декабре 2017 года мы приняли решение о том, что мы данному пациенту можем выбрать вот такую вот комбинацию сочетания цитоксимаба с препаратами платины и доцитокселом, и уже после пятого цикла лечения мы получили РС образование в 25-26 практически процентов. Конечно, казалось бы, что это не самый хороший эффект, но тем не менее мы продолжили имуцитоксимаб, и прогрессирование зарегистрировали только через 13 месяцев, а мы знаем, что средняя выживаемость пациента после прогрессирования не превышает 7 месяцев, поэтому эта схема, безусловно, должна войти в нашу клиническую практику. И тот прорыв, который, опять же, продолжается с прошлого года, это результаты исследования Keynote 048, которые достаточно широко сейчас уже применены в клиническую практику, в том числе и в России. Это использование ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, именно пембролизумаба, в первой линии лечения рецидивирующего или метастатического плоскоглеточного рака органов головы и шеи. Сложное по дизайну, сравнивали пембролизумаб в монорежиме в сравнении с режимом экстрим, либо пембролизумаб в сочетании с химиотерапией в сравнении с режимом экстрим. И в той, и в другой комбинации ингибитор контрольной точки иммунного ответа, именно антипедиадин препарат, показал однозначные повышения показателей выживаемости и показателей длительности ответа при полном сопоставлении профилей токсичности в той группе, которая получала таргетную терапию, либо в той группе, которая получала иммунотерапию. Иными словами, мы сейчас имеем, а на ЭСМО 2018 года, вот, пожалуй, самый большой прорыв на сегодняшний момент первой линии терапии, были доложены результаты уже четырехлетней выживаемости. Подумайте, пожалуйста, раньше мы говорили о том, что пациенты с рецидивом заболевания или с метастатическим процессом не выживают из семи месяцев, ну, девяти месяцев. Сейчас мы говорим о показателях четырехлетней выживаемости, причем как в группе пациентов, которые получают в первой линии монотерапию, так и в группе пациентов, которые получают пембролизумаб с химиотерапией. И это пациенты, которые имеют ярко выраженные симптомы на фоне включения в лечение, и которым нужно быстро купировать явления, которые связаны именно с распространением опухолевого процесса. Посмотрите, какие показатели вне зависимости от уровня экспрессии PD-L1 на опухолевых иммунных клетках. Это позволяет нам надеяться, что мы сейчас получим крайне эффективную опцию первой линии. И, конечно, в 2019 году эта опция была зарегистрирована в Америке и в Европе, а 6 октября 2020 года мы получили подтверждение, что данные опции и пембролизумаб в монорежиме, и пембролизумаб в сочетании с химиотерапией доступен для использования в первой линии лечения рецидивирующего метастатического рака органов головы и шеи и в России. Я надеюсь, что в новые клинические рекомендации это войдет в обязательном порядке и войдет в обязательном порядке в КСГ. Спасибо огромное за внимание. Я надеюсь, что мы сейчас не только в Санкт-Петербурге, но и в регионах будем иметь возможность выбора терапии первой линии, потому что мы прекрасно понимаем, что эффективна та терапия, которая подобрана конкретному пациенту. Поэтому, учитывая биологию опухоли, учитывая нашу возможность, мы будем использовать самое современное сочетание, которое позволит нам получить результаты и собственной четырехгодичной выживаемости у наших пациентов. Спасибо большое. Спасибо.